Всем привет, вы на канале CryptoCommons и что я вам хочу сказать, на биткоине появился первый тревожный звоночек. Серьезный достаточно сигнал продаж на TRDR, на нашем любимом скриннере, ссылка на который в описании. Серьезный сигнал продаж за долгое время появился на всех более-менее таймфреймах. Посмотрите, вот мы видим 30-ти минутка, сигналит уже долго час, часовик, вот он. Соответственно, даже 4-х часовик, как вы можете видеть, закрепляется сигнал. И 12-ти часовик, я смею вас расстроить или обрадовать, в общем, тоже уже закрепляется сигнал. Поэтому, смотрите, что у нас происходит интересного. По 45-ти минутке у нас тут образовался вот такой вот коридор. Вот, нижние значения, здесь были сильные покупки, это 41-300, 41-500 примерно. И верхняя граница это 44-500. Но, я бы вам сказал, что он не такой значительный этот коридор, поскольку, если отдалиться хотя бы на часовик, то там уже нет нижних покупок. И на 4-х часовике тем более, а верхние продажи все еще есть. Значит, он не такой уже существенный. И по 4-х часовику у нас уже образуются вот нижние покупки на 36-500, на 35-500, 36-500. И, на мой взгляд, правильный коридор проводить сейчас вот так вот будет. То есть, вот у нас по TRDR, просто обратите внимание, например, на часовике, как четко у нас работал вот этот предыдущий коридор. Видите, был коридор средних значений. Он отработал очень четко. То есть, все низы и верха, уровни, в которые мы были зажаты, все показали, отработали. Сейчас, получается, на старшем таймфрейме у нас, возможно, будет такая же фигня. Соответственно, можем ожидать болтанку в районе вот этого коридора теперь, ребята. 37-44-44-500. Вот. На мой взгляд, вероятность коррекции и того, что мы сходим, опустимся в этот коридор, высокая. Ну, будем смотреть. Опять же, если сейчас, конечно, случится аномалия, вынесут этого продавца, и мы улетим 1000 на 50, соответственно, тогда коридор этот будет шире. Но, опять же, также вам напоминаю, что у нас на CME, на Чикагской товарной бирже, случился гэпчик. То есть, выходные мы там по биткоину не торговались, и образовался разрыв в цене вот такой вот. Смотрите, только что-то он почему-то наверх направлен. Вот. У нас гэпчик здесь, смотря как считать, если учитывать тень, то 39-500-40-300 примерно. У нас вот такой гэпчик. Либо даже можно от тела свечи смотреть, то есть, это 39-200. Грубо говоря, опять же, статистически эти гэпы чаще закрываются, чем не закрываются. Возможно, это совпадение, но это так, поэтому тут хотите верьте, хотите нет, но вероятность на стороне коррекции вот туда. Соответственно, биток все еще может сходить ниже 40 тысяч, кольнуть, и там уже будем посмотреть, что с ним делать. Тем более, что он уже, посмотрите, сходил вообще прям идеально по нашему с вами сценарию. Вынес шартистов и собирается походу все-таки сходить вниз, протестировать хотя бы сетку EMA Ribbon как поддержку, которая сейчас, конечно, будет быстро расти вслед за ценой. Но, тем не менее, она все еще может оказаться ниже 40 тысяч, где-то в районе 33-35-30 даже тысяч. Понимаете, друзья мои? Так что да, другое дело альткоины, которые вроде как полетели. Пишут у нас в Telegram-чате. Соответственно, BTC и доминация. BTC и доминация вот у нас пришла тоже, посмотрите, к очень важному своему коридору значений, в котором она находилась вот здесь. В 2018 году здесь был долгий флет. Здесь был долгий флет, это уже когда у нас, соответственно, был медвежий рынок, и BTC и доминация обратно отжирала у альтов. Вот, собственно, BTC и доминация у нас возвращается в этот коридор. Она здесь все еще может походить чуть выше, но в целом, я думаю, что имеет смысл ожидать какую-то коррекцию от этого уровня. Может быть, прямо сейчас, либо чуть позже, но какую-то более существенную коррекцию, возможно, собственно, как раз на которой и будет небольшой хотя бы, но альтсезон. Либо, друзья мои, будет большой альтсезон, который все ждут, который все ждали, вернее, а сейчас уже никто не ждет толком, и никто не верит на самом деле, и многие продадут раньше, чем надо. Поэтому я лично думаю, что мы все еще можем переписать вот этот вот лоу по доминации и уйти ниже, что будет означать большущий альтсезон. То есть альткоин доминация будет выглядеть примерно вот так. Перехаем своих значений. Напишите в комментарии, за какой вариант вы и в каких вы альткоинах. Тем более, что я вам напоминаю, друзья мои, что когда вы пишете комментарии, ставите лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который мы проведем, как только пробьем 100 тысяч. Нам осталось совсем чуть-чуть. Давайте поднажмем вместе с вами. Мы на рынке уже много лет, как вы можете видеть, и весь контент даем бесплатно, никаких приваток, випок, никакого скама. Только проверенные крипто темы, друзья. И, кстати говоря, у нас много также переводов, зарубежной аналитики, новостей, интервьюшек. Так что обязательно погуляйте по каналу, посмотрите, что еще не видели. Вот. Ну а сейчас в моменте, что я предлагаю сделать, если вы торгуете также на наших любимых биржах по ссылкам из описания, то как минимум стоит забрать большую часть прибыли, если она у вас, конечно, есть. Вот Орди, альткоин, NFT на блокчейне биткоина, показал просто неистовый рост. И я думаю, что тоже сейчас в моменте, конечно, опасно шортить, но там через несколько дней или пару недель он просто в какой-то момент развернется, нарисует резкую палку, и там уже можно будет пробовать по тренду заходить вниз. Потому что такое просто так не остается стоять наверху, понимаете? Вот. Поэтому сейчас что имеет смысл делать, это как минимум забирать профиты частично, что я, собственно, и делаю на нашей любимой бирже Bybit. Ссылка на которую есть в описании. Но вы, конечно же, поступайте сами, как хотите. Как минимум с битка и эфира, на самом деле, надо забирать часть профитов. А альты, ну я думаю, что надо держать те, в которые вы верите, те, в которые вы думаете, что все еще находится на своих донных значениях. Я сам так и делаю позицию по дэшу. То есть разгружаю то, что уже неплохо улетело и дало свои иксы, а то, что в долгую мы отдаляемся с вами, смотрим какой-нибудь дэш на недельках, да? Или аудио какое-нибудь. Понимаем, что оно еще расти даже не начинало. Тут, конечно, только добор. То есть сейчас реально можно собирать профиты с битка, с альтов, которые улетели, частично выводить и частично перекладывать в те альты, в те альтлонги, которые еще не улетели. Например, дэш аудио, там, касту, я не знаю, покупать на споте. Только дот, в конце концов. Вот, поэтому тут не надо быть гением, чтобы видеть, какие графики находятся внизу экрана на недельке, да? А какие уже нет. То есть посмотрите, смотрим на дот и понимаем, что, ну, тут потенциал очень хороший. Так что да, частично разгружаемся, но потом не забываем нагружаться, потому что тренд-то все-таки бычий. И в долгую мы все равно на дне, ребята, мы на дне логарифмического канала, хаи которого уже, я не знаю, там, 25 триллионов по криптомаркету. То есть 10-15 иксов с текущих вообще легко. Так что не забывайте о том, что мы в бычьем рынке, что скоро халвинг. Но я вас предупредил, мое дело вас предупредить. Предупрежден, значит, вооружен. ТРДР, ссылка в описании, замечательный скринер, стоит всего 300 евро в год, оплатить можно любой криптой. Вот, обязательно переходите, используйте. Как его настроить, тоже сейчас появится у вас в конце видео. И всем профитролей, и удачи в торговле. До следующей встречи, пока.